Далее, теперь говоря о питании, я хотел вам рассказать следующие, так сказать, важные вещи, которые, знаете, подчеркнуть и заострить, чтобы вы понимали разницу между правильным питанием и всеми прочими питаниями. Это важно. И вот я сейчас люблю начинать, ну, знаете, с самого начала, а не с середины, сыроед я или вегетарианец, или мясоед, или смешанное питание, или еще как. У меня пищеварительная система, значит, травоядного животного, или хищного животного, и так далее, это все рассуждения, это все, будем говорить, не то. Важно опираться на факты, на то, что действительно очевидно. Начнем с самого начала. Смотрите. Получается яйцеклетка. Яйцеклетка спускается вниз, значит, по трубам. В это время происходит зачатие, и яйцеклетка уже становится, ну, бывает, не зародышем, а оплодотворенной клеткой. И вот эта клетка, спустившись в матку, когда она спускается, у нее имеется какой-то запас своих там питательных веществ, да, она там ест их. Спускаясь, значит, по этим маточным трубам, она уже где-то там потребляет какую-то там слизь или еще что-то. То есть питание идет через стенку этой делящейся клетки. То есть была одна, там, может, два, потом четыре и так далее. Так вот она, когда попадает в матку, в матку, да, своими ферментами, очень сильными, она расплавляет стенку матки и внедряется в лупь. То есть она ведет себя как хищник, можно сказать, даже не как хищник, а как такой махровый паразит, который, значит, внедряется в организм своего хозяина, в данном случае в организм, в ткани матери, в стенку матки и начинает оттуда для своего роста потреблять питательные вещества, то есть то, что он разрушил, да. То есть такой он активный, а рисинный. То есть это питание идет мясное, сугубо мясное, да. Далее, естественно, чтобы этот организм ребенка не стал, не разрушил материнский организм, формируется плацента. Это орган, с помощью которого идет взаимодействие с материнским организмом, и то, что мать съела, вот эта плацента через кровь берет эти питательные вещества через кровь. То есть это, видите, можно сказать, опять-таки, хищничество, питание кровью, да. И это все продолжается в течение 9 месяцев. Вот смотрите, отрезочек. Когда клетки внедрились, это один отрезочек. Это такой, можно назвать условно паразитарный. Далее, значит, менее такой травматический, но тем не менее, для материнского организма, или вообще для организма, это питание через кровь. Тут уже нету разрушений, тут и материнский организм, и организм плода взаимодействует. Так, через кровь, да, через плаценту. Но тем не менее, все это идет через кровь. Ага. Так, и далее, это второй этап, далее идет рождение. Хопа, мы родились, да. Что у нас? У нас, конечно, сформировался желудочно-кишечный тракт, сформировался, но он еще не работает. И для того, чтобы его запустить, вначале подается такое питание, в течение, допустим, года, а то и двух примерно, да? На самом деле, как оно должно быть? Не так, как есть, там, начинают какие-то там прикормить, а как оно должно быть? Идет молочное питание. Сначала молозиво, далее молоко. С чего оно образуется? С материнского организма оно образуется. То есть, это животное питание, которое подготавливает наш пищеварительный тракт, и оно его запускает, заселяет своими там микрофлорой правильно и прочее, прочее. То есть, все это тут формируется вот в течение первого года, второго года и далее. И потом, потом, если это действительно травоядное животное, то оно переходит потихонечку, начинает с молоком питаться травкой. Если это хищное животное, то оно с молоком, начинает питаться мясцом. Но, и в том, и в другом случае, в процессе эволюции, желудочно-кишечный тракт, хищника был приспособлен к питанию уже дальше мясом, а у травоядного к питанию растительной пищей. У хищника он более короткий, у травоядного более длинный, для того, чтобы переварить. Следующую важную вещь надо понимать, что вот эта вот среда, в которой мы живем, здесь растут определенные фрукты, овощи, там, допустим, животные, которые питаются всем этим. Вот эта вот вся среда, ну, сначала начнем с растений. Растения воспринимают свет солнца, звезд, климатические особенности этой местности, да, они восприняли. Смены времен года, какие ветры, какая влажность, какие особенности почвы. И все-все-все, что касается климата и смены сезона года, все это, значит, на данном участке запечатлено уже в растениях. Они приспособились, они для этого, значит, приспособились. И вот когда животное, травоядное, все это кушает, оно строит свой организм из этого. Вот вначале, когда мы с вами были в материнском организме, вот на первой стадии, когда яйцеподотворенная клетка внедрялась в стенку, она строила свой организм из материала материнского организма, напрямую его разрушая. Далее уже из крови, далее, когда мы, ну, будем говорить, уже молочное питание пошло, то есть мы все-таки от материнского организма, то есть мать и дитя, это действительно что-то одно целое, общее. И в дальнейшем, в дальнейшем мы отдаляемся от материнского организма и для нас питательной средой, которая помогает формировать не только наше тело, но за счет того, что здесь в растениях запечатлена энергетика всего этого места, мы ее воспринимаем и подготавливаем себя к тому, чтобы быть частицей вот этого, вот этой местности, единой частицей, то есть через пищу. Мы получаем не только белки, жиры, углеводы, витамины, нафиг, но мы получаем самое важное, о чем просто-напросто не знают, либо скрыли от нас, это информацию о местности, в результате чего мы становимся единой структурой с этой местностью. И почему мы должны болеть? Дикие животные очень редко болеют, это, как правило, травмы или еще что-то такое, а все изменения климата, холод, жара, сухость и так далее, они прекрасно выносят, то есть нету там сезонных заболеваний гриппом, заболели гриппом, ой, прокатилось вот, началась зима, повально заболели гриппом, началась весна, повально начали там опять простудами там болеть, то есть этого нет, этого нет, потому что животное и территория, на которой оно проживает, едины, и все это идет приспособление через пищу, через питательные вещества, через естественные. Так вот, если мы, теперь что еще, не будем говорить мы, скажем так, теперь что показывает опыт народов? Вот они жили в Африке, у них не было там каких-то там продуктов, которые сейчас там есть, присылали там в виде там помощи, в виде еще чего-то и так далее, и так далее, у них были свои продукты, вот они ими питались, в Азии были свои продукты, свой климат, они им питались, в высоковорье свой там климат, что там росло, что там водилось, этим питались, эскимосы вообще жир пьют, и это для них нормально, и у них, у них не просто, по-моему, говорит, произошло приспособление желудочно-кишечного тракта, вернее всего тела, и в том числе желудочно-кишечного тракта, именно к тому, к той пище, которая помогает им выживать в данных условиях. Поэтому, возвращаясь теперь к нормальному, правильному питанию, мы должны, естественно, питаться, стараться более-менее естественной пищей, и из этого региона, и по сезону года. Если у нас нету сырых, сейчас зимой, ни фруктов, ни овощей, то мы должны чем питаться, то, что здесь имеется, грубо говоря, для того, чтобы просто-напросто выжить. Это хорошо, что нам откуда-то там подбрасывают, но, тем не менее, подбрасывая эти продукты нам, то есть бананы там оттуда, мандарины отсюда, еще что-то, еще что-то, еще что-то, тем самым идет, как бы сказать, разадаптация вот тех механизмов, которые лежат в основе приспособления к окружающей среде. Мы получаем эту информацию не с места проживания, а совсем с другого места, где тепло с Африки. И вот эта теплота сюда, организм наш не может приспособиться, поэтому он болеет. Это оттуда, опять-таки. Поэтому питание должно быть по сезонам года, но с того региона, в котором вы проживаете. Вот тогда меньше будете болеть, и не будет никаких других осложнений. Вот это должно быть ясно и понятно, а не то, что я вегетарианец, я сыроед, я еще там какой-нибудь мясоед и так далее. И все эти доводы, что там желудочно-кишечный тракт у нас где-то средний и так далее, и значит мы можем и фрукты есть, и овощи есть, и в любое время. Нет, не в любое время, а именно в то, когда эти фрукты имеются. Нету их, мы можем использовать сухофрукты, орехи там можем использовать, сыр, в конце концов, там мясо и так далее, и так далее. Ну, в какой-то, допустим, пропорции. Где-то там больше мяса, где-то его там меньше, где-то можем вообще обходиться там на сырах, на твороге, на там орехах, на, не знаю, на бобовых. И этого будет достаточно. Вот что я хотел вам рассказать о питании. Не считать там эти калории дурацкие. Не считать эти там белки, жиры, углеводы. Это все не то. Мы за вот этой его мелочью упустили главное. И считая белки, жиры, углеводы и калории, болеем и не можем вылечиться. А если мы знаем суть того, что питание, с помощью питания, мы не только строим свой организм, но и приспосабливаемся к окружающей среде, мы получаем совершенно иной результат. И вот я-то, я-то стараюсь придерживаться вот такого принципа. Кушать местные продукты, пусть они там, допустим, животного там какого-то происхождения, еще какого-то, но по сезону года. Настал сезон года, холодный, тело сохнет. Значит, едим сало, сало с каши, сало там с хорошим хлебом, очень вкусно и полезно. Настает лето, все, переходим на салаты, переходим на то, что нам дают вот эти овощи, фрукты. Наступает зима, есть там орехи, пожалуйста, орешки там покушали, или еще там чего-то, а сухофрукты. Вот мой ответ по поводу питания. Потому что разные вот эти вот все рекомендации есть, но вот этого практически никто не указывает. Только я указал в своих книгах. Вот четко и ясно, как я сейчас вам сказал.